Девушки отдыхают Ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Есть здесь кто? Открывайте! Чего ломишься? Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином, я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. Занят? Чем? Он принимает важность гостей. В таком случае скажи ему, что пришел еще один важный гость. Геральт из Ривии. Я не уйду, пока не увижу его. Ну хорошо, я попробую. Прошу, обождать. Сигеровин вас ждет. Меня зовут Гопен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надо бы зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Тут можно раздеться. Вещички ваши будут в безопасности. Замечательно. Теги Ройвин ожидает в следующем зале. Эй, Белоголубый! Красивое тело. Ты была права, он не краснил. Лапы прочь! Мяу! Как дела? Думаешь, это смешно? Чудесно. Эй, скукотища! 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 Приветствую. Чудесно. Да, да. Чудесно. Тесак, работа. Это ты Ройвин и не видела. Будер он называет его Ураборос. Да? Голову мне не морочь. От Юрюки до драконьих гор лучшей не найдешь. Я слушаю. Получил приглашение и не пришел. Спокойно, Тесак. Ублюдок младший выходит из игры. Мой секретарь все вам напишет. Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем, только когда все будут за. Ройвен, твой гость. Ахера ты его впустил? Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад снова тебя видеть. А я, сука, один не в курсе. Ты кто еще такой? Я ведьмак. У нас что, проблемы с канализацией? Все под контролем. Геральт мой давний знакомый. Правда, вот... У вас гости. Кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? А-а-а! Убийцы! Пожалуйста, не надо! А-а-а! Твою мать! Я как знал! Оружие это есть? Найдется. С голой жопой я еще не бился. С голой жопой я еще не бился. С голой жопой я еще не бился. Холера. Хорошая работа. Прошу прощения за инцидент. Охрана подвела. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди ублюдка. Делай пока выводы из этого. Не начинай. Особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность. Я так не думаю. Пусть он сам все объяснит. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гатвена. Ох, он бы отругал меня за скверные манеры. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд это Карл Ворезе по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Я ищу ублюдка младшего. Интересно. Чего ты от него хочешь? Ублюдок младший поможет мне кое-кого найти. За всю свою никчемную жизнь ублюдок еще никому не помог. А я его хорошенько попрошу. Слышал, Тесак? Если бы ты не называл его мудозвоном, а просто хорошенько попросил, может, он и пришел бы навстречу. Вашу мать, господа. Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя? Если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Я хочу заполучить ублюдка. И, похоже, мне придется достать его раньше Тесака. У Тесака так просто ничего не выйдет. Младший умеет прятаться и отличать за мужицкой смекалкой. Что ж, мне пора. Удачи в поисках, ведьмак. Я загляну к тебе завтра, Францис. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Приватно. Что было, то было. Но хорошо встретить старого друга, благодаря которому я так часто принимаю в ванной. Если благодаря мне ты становишься чище, значит, стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде по крайней мере по шесть раз в день. Иначе она гудит, как колокола в бухляре на рассвете. Я сделал это не без причин. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Таннеди иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты, Ровен, точнее Дикс, потому что у меня нет построения играть псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай. А если нет, избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тисак найдет ублюдка? Может, и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка. Осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. А твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра и что ты был главой риданской разведки? Если бы я вместе с Тисаком, Бедламом и ублюдком построил мельницу и мололу муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Почему ты и Бедлам не хотите войны с ублюдком младших? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму кто. Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят. Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню иерарх Хемельфорд. Проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход составок куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Ты говорил, у ублюдка есть дом в городе? Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Так где эта арена? В каналах, под золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты, в обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью. Может, что придумаю. Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет, я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. А уж особенно чародейкам из ложи. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле, это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы, иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет к младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. Слютный. По мне так пусть себе там гниет хоть с Валтуарной. Что, Лютик тебе чем-то насолил? Само собой. А в чем дело? Видишь ли, он тут выдал сонет, где во втором четверостише парные рифмы вместо опоясанных. Сам понимаешь, что меня, как ценителя поэзии, это глубоко оскорбляет. Я ему такого не прощу. Я серьезно. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга бабника. У меня своих бед хватает. Субтитры создавал DimaTorzok